МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Москва, Кремль. Гараж особого назначения. Здесь находится скрытое от посторонних глаз особое подразделение. Его сотрудники – мотоциклисты почетного эскорта Федеральной службы охраны Российской Федерации. О них не принято рассказывать, они не дают интервью. Их службу окружает тайна. Каждый из них прошел жесткий отбор. Они выполняют ответственные миссии. Их задача – подчеркнуть особое уважение государства к высоким гостям, а в случае опасности прикрыть собой. Каждый в отдельности и вместе они должны быть как безупречно отлаженные механизмы. Их главное оружие – мотоциклы. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Товарищи офицеры! Проведем инструктаж с личным составом расчета эскорта по прибытию с официальным визитом в Российскую Федерацию президента республики. Доведем основные запасные маршруты и порядок подъезда к объектам проводимых мероприятий. Прилет – аэропорт Нуково-2. Прибытие в Нуково-2 в резиденцию Кремль. Выстраиваемся перед воротами, коридором. Выезжаем в Киевское шоссе, Ленинский проспект. Особенности делегации. Со стороны интересных угроз проявлений нет. Работаем в штатном порядке согласно инструкциям. Вопросы есть у кого? Инструктаж окончен. Товарищи офицеры! На сегодняшний день главная задача почетного эскорта – это, конечно, лицо государства, сопровождать пребывающих гостей на высоком уровне. Все делать красиво, отлаженно, своевременно, вовремя. Ну и, соответственно, не ударить грязь лицом. История почетного эскорта началась в мае 1955 года с официального визита советской делегации во главе с Никитой Хрущевым в Югославию. Во время Второй мировой лидер этой страны маршал Иосиф Бростито руководил партизанским движением и был верным другом Советского Союза. После войны между двумя странами возник политический конфликт из-за разных взглядов на построение социализма. После смерти Сталина в 1953 году Москва и Белград сделали шаги к примирению, ознаменовать которые должен был визит Хрущева. За всю историю СССР это был первый государственный визит советского лидера. В Югославии его ждал поистине королевский прием. Делегации подали кортеж автомашин в сопровождении почетного эскорта мотоциклистов. Такие почести Хрущева оказывали впервые. Никита Сергеевич был очень впечатлен. Это называется дипломатический церемониал и протокол. Это официальное название. Это норма, выработанная за многие, многие даже не десятилетия, а столетия, межгосударственного общения на уровне либо лидеров государств, там, премьер-министров, президентов. Организуя пышную встречу, Титу рассчитывал наладить торговое и военное сотрудничество, а также показать достижения югославской модели социализма. Отдание почестей погибшим за правое дело. Демонстрация достижений экономики. Встречи с деятелем культуры. Тита и предположить не мог, что закладывает традицию визитов глав государств социалистических стран. За фасадом официальных мероприятий проходили неформальные встречи. В закрытых резиденциях за дружеским столом решались вопросы идейных разногласий Компартии. Товарищи Крущева, Булганина, Микояна провожали руководящие деятели Югославии. Прощаясь с Тита, Хрущев пригласил его нанести ответный визит. Лидер Югославии пообещал приехать в Москву через год. Оправдались надежды народов Советского Союза и Югославии. Вернувшись домой, Хрущев под впечатлением поездки распорядился подготовить не менее торжественную встречу. Он вызывает к себе коменданта Кремля. Был комендант Кремля, генерал-лейтенант Веденин. И сказал, что Сталин никуда не ездил, и к нам никто не ездил. Сейчас другая обстановка. Мы будем с визитом ездить в разные страны и к себе будем приглашать. Чтобы у нас встречали гостей с почетным экскортом на мотоциклах. И сказал Веденин, вот на базе вашего управления надо создать мотоциклетный взвод почетного экскорта. Как и все новое, выполнение указания увязло в бюрократической волоките. Через полгода Хрущев напомнил коменданту Кремля о мотоциклетном экскорте. В конце января 20-го числа Хрущев вызывает Веденин опять к себе и спрашивает, «Ну как, ребята, готовиться?» Он вспомнил, говорит, да, да, готовиться. Ну, по прощательству он ушел. В общем, где-то произошел разрыв этого приказа, и никто ничем не занимался. 21 января 1956 года вышел приказ о создании мотоциклетного взвода в составе отдельного полка специального назначения управления коменданта Московского Кремля. Ну, традиционно это существовало веками, просто была иная форма почетного экскортирования. Уже в начале 19-го века императоре Александре I создаются целенаправленные подразделения, которые занимаются экскортированием первых лиц, так называемого собственного его императорского величества конвоем. И конвой просуществовал достаточно долго, практически до революции 1917 года. В 1907 году был создан собственный его императорского величества гараж. Уже через два года в нем появились первые мотоциклы. Фактически они использовались в качестве элемента фельдсвязи. То есть это быстрая доставка документов от императора в Петербург. Всего в императорском гараже числилось 10 мотоциклов. По одному Гумберту и Пежо, 3 Харлея и Дэвидсона и 5 Индиан. Мотоцикл Индиан Биг Твин 1915. Двигатель двухцилиндровый, V-образный. Рабочий объем 1000 кубических сантиметров. Мощность 15 лошадиных сил. Максимальная скорость 89 километров в час. Эскортный мотоцикл должен обладать надежностью, хорошей управляемостью, высокими динамическими характеристиками. Он должен быть мощный, высокими тормозными характеристиками обладать для плавного торможения и синхронного выполнения действий мотоциклистами эскорта. Совершенствованию техники нет предела. В почетном эскорте ею должны владеть профессионалы высочайшего уровня. Январь 1956 года. Перед комендантом Кремля Ведениным встала непростая задача – укомплектовать мото-взвод личным составом. Некоторые предлагали набрать мастеров с клубов, там, с «Динамо». Они уже подготовленные. Другие говорят, они подготовленные, но их по кадрам надо проверять. Проще набрать солдат из кремлевского полка, они уже их проверять не надо, их только подготовить, водить машины и проще будет. Это проще. И вот отсюда эта машина завертелась, закрутилась. Из кремлевского полка было отобрано 33 солдата-срочника. Базу для тренировок определили в московском Кучино. Там располагался особняк, где раньше готовили разведчиков-нелегалов. Старший лейтенант Смирнов принес нам каждому книгу по устройству эксплуатации мотоцикла М-72. Но мотоциклов, естественно, не было. И нам стал преподавать эту теорию и изучение части мотоцикла старший лейтенант Смирнов, помпотех. Вот мы, значит, конец января занимались, весь февраль занимались, мотоциклов нету. Вместо мотоциклов стали тренироваться на велосипедах, чтобы обучить личный состав держать равновесие при езде и держать строй. В начале марта поступили нам мотоциклы обычные, которые выпускались для оборонки, такие зеленые. 15 мотоциклов с коляской. И мы начали тренироваться. В это время к нам прикремонтировали из милиции, милицейский полк, патрульная служба, на мотоциклы ездили. Вот три человека было. Прекомандированные милиционеры стали первыми инструкторами мотовзвода. Помимо решения проблемы укомплектования личным составом, встал вопрос о выборе марки мотоцикла. Остановились на мотоцикле М-72. Он единственный состоял на вооружении советской армии и отличался надежностью. Мощную страну должен представлять мощный мотоцикл. На момент середины 50-х годов это был единственный мотоцикл тяжелого класса, который выпускался двумя заводами, Ирбитским и Киевским. В 1956 году альтернативы М-72 в Советском Союзе практически не было. По вопросам престижа государства, в то время было просто невозможно использовать для эскортирования мотоцикла иностранных производителей. А единственным мотоциклом был М-72. Мотоциклы М-72 почти полная копия немецкого БМВ Р-71. Поводом к началу их производства в Советском Союзе послужил блицкрик вермахта в Польше и во Франции. Передовые соединения немцев на тяжелых мотоциклах обеспечили мобильную поддержку пехотой танковых линиев. Командование Красной Армии решило оснастить войска аналогичной техникой. Однако тяжелые мотоциклы советской промышленностью не производились. На разработку и внедрение в серию требовалось не менее года. Решили скопировать немецкие мотоциклы. Есть документальное подтверждение того, что незадолго до нового 41-го года, в декабре 40-го года, были закуплены 5 мотоциклов в Германии, непосредственно в Германии с советскими торговыми представителями. Через полгода весной 41-го модель под индексом М-72 пошла в серию, совершив технологический переворот в советском мотопроме. Мощный оппозитный двигатель, карданный привод вместо цепного, телескопическая подвеска – все это было вновь для страны совсем недавно начавшей выпускать мотоциклы. Мотоцикл М-72. Годы службы в почетном эскорте – 1956-1961. Двигатель двухцилиндровый оппозитный. Рабочий объем – 746 кубических сантиметров. Мощность – 22 лошадиные силы. Скорость максимальная – 105 км в час. С коляской – 85 км в час. Для почетного эскорта выбрали продукцию киевского мотозавода, располагавшегося ближе к Москве, чем уральский город Ирбит. Где также выпускались М-72. Такой выбор обеспечивал оперативный ремонт и быструю доставку запчастей. Эскортные мотоциклы ничем не отличались от серийных, кроме окраски. Мотоциклы почетного эскорта имели особую черно-белую окраску. Но переход между белым и черным ничем не подчеркивался. По воспоминаниям водителей почетного эскорта, они просили девушек, которые служили на складе запасных частей, художественной кисточкой нанести золотые полоски между белым и черным цветом на мотоцикле. Тем самым просто хотели как бы дополнительно украсить этот мотоцикл. Было еще одно отличие. На мотоцикле командира мотовзвода был установлен мощный звуковой сигнал в просторечии Гудок от правительственного лимузина ЗИС-110. Гудком он подавал сигналы мотоциклистам эскорта. Радиосвязь между ними тогда отсутствовала. Мотовзвод подчинили 10-му управлению КГБ, позже слитого со знаменитой девяткой. Девятое управление обеспечивало охрану и обслуживание первых лиц советского государства. В конце марта пришли еще 18 мотоциклов. До визита ТИТО оставались считанные недели. Новым машинам требовалась обкатка по 2000 километров. Но мотоциклов почти два десятка. Как успеть до визита ТИТО? Мы обкатывали мотоциклы эти круглые сутки. Одна смина спит, другая обкатывает. Чтобы изучить правила построения почетного эскорта, просматривали иностранную кинохронику. Оказалось, лучше один раз увидеть, чем разбирать сложные инструкции протокола, присланные из МИДа. И вот мы день и ночь тренировались. Потом нарабатывали строй, как клином впереди, машины и прочее. Оставалась последняя задача – выбрать форму одежды мотоциклистов эскорта. В шкафу мотоциклиста почетного эскорта имеются три комплекта формы. Зимняя, демисезонная, летняя. Рубашки, мотоботы, шлема, перчатки, термобелье. При формировании эскортного подразделения в 1956 году за образец взяли форму одежды роты почетного караула. Нас посадили в машину, привезли в генеральский ателье. Ателье был на Фрунгской набережной. Всю форму шили на каждого индивидуально. Нашу форму, если посмотреть, раньше царские кавалеристы. Вот такая форма была. Летняя парадная форма образца 1956 года состояла из парадной фуражки, двубортного закрытого мундира стального цвета с престижным фигурным лацканом, обшлагами рукавов и воротником василькового цвета, брюк синего цвета, кожаных коричневых перчаток и кожаных сапог. Спустя три месяца напряженной подготовки все было готово. Тита прибыл на Киевский вокзал 2 июня 1956 года. Его встречал председатель Президиума Верховного Совета СССР Климент Ворошилов. На перроне была выстроена рота почетного караула. Такого количества встречающих Киевский вокзал, пожалуй, никогда не видел. Кортеж Стита должен был проследовать в Кремль через Бородинский мост. И тут случилось непредвиденное. При въезде на мост толпы встречающих рванулись к кортежу и перекрыли проезд. Вот мы ехали, прям толпа, мы в толпу ехали. Она расступалась, мы ехали. Задние, хотелось посмотреть Тита на открытые машины, задние толкали передних на нас, эти убирались туда. В общем, ну опыта не было, естественно. Ситуация в любой момент могла стать неуправляемой. Но эскорт не дрогнул, мотоциклисты рассекли толпу. Кортеж благополучно прибыл в Кремль. Этот случай наглядно показал, что почетный эскорт нужен не только для соблюдения дипломатического протокола. В этом еще раз убедились через несколько дней во время визита Титу в Ленинград. Эскорт мотоциклистов, составленный из местной патрульной милиции, не смог выполнить свою задачу. Ленинградцы в порыве энтузиазма прорвали оцепление на Невском проспекте, а какие-то отчаянные сорванцы даже оседлали автомобиль с маршалом Тита. Система почетного эскорта становится одним из новых элементов обеспечения безопасности. Мотоцикл, как абсолютно маневренная на фоне автомобиля конструкция, она позволяет использовать сам мотоцикл в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Сценарий визита повторял югославское турне Хрущева. Посещение Тита-Мавзолея. ВДНХ. Смотр достижений народного хозяйства. Первая в мире атомная электростанция в Обнинске. Созерцание вида на Москву с недавно построенной высотки Московского университета. Посещение Большого театра, где для Тита танцевала Майя Плесецкая. Конечно, встречи с трудящимися. И пришли до соглашения и вывода, что никаких причин между нами не имеется, чтобы между нами не царствовала дружба и сотрудничество. И во всех поездках его сопровождал почетный эскорт. Мастерство почетного эскорта настолько впечатлило маршала Тито, что перед отъездом на родину вождь югославских коммунистов поручил передать мотоциклистам поистине королевский подарок. Тито оставил нам на почетный эскорт золотые швейцарские часы каждому. Но он не нам вручил, а оставил на резиденции. А комендант резиденции доложил Веденину. Вот так вот досталось. Веденина сказала, я простые часы в 50 лет только имел. А вот вы хотите, чтобы срочник отдали сотни часы, нам не досталось. Но командиру материнского взвода часы вручили. Только одному командиру. Поездка Иосипа Брустита завершилась подписанием договора о дружбе и сотрудничестве и открыла для глав иностранных государств символические ворота в Москву. Издревле парадные выезды царей, императоров, приемы иноземных посольств сопровождались торжественными церемониями, от которых берет свое начало традиция почетного эскортирования. Кроме этого, эскорт выполнял функцию внешнего кольца охраны. Древнейший вид почетного эскорта, конный эскорт, с начала 20 века постепенно утратил свое значение. Нарушили традицию американцы, пересадившие всадников на мотоциклы. Замена не повлияла на дипломатическое значение эскорта. Чем больше почет хотели выказать гостю, тем многочисленнее было сопровождение. Исходя из его состава, порой строились глубокие политические прогнозы. Американская кинохроника комментировала. Америка встретила мистера Литвинова с большими почестями. Президент Рузвельт прислал в его распоряжении свой личный автомобиль и эскорт мотоциклистов. Все это указывает на то, что признание России следует ожидать буквально со дня на день. Вся эта система достаточно жестко регламентируется. И касается всего, начиная со встречи в аэропорту или на вокзале, заканчивая проездом до места пребывания. Отдельно оговаривается в машинах, на которых передвигаются люди, и наличие почетного эскорта. Машину для перемещения главам государств в то время предоставляла встречающая сторона. Главным считается первый автомобиль кортежа. Рядом с водителем сидит начальник кортежа. В его обязанности входит точно придерживаться программы встречи, соблюдать хронометраж движения и реагировать на внештатные ситуации. Справа от него на мотоцикле для поддержания визуального и словесного контакта следует командир эскорта. Слева от водителя первой машины находится заместитель командира. Перед первой машиной кортежа следует так называемая голова эскорта, которая может состоять из трех, пяти или семи мотоциклов, выстроенных клином. Главный автомобиль эскордирует четыре или шесть мотоциклистов. Для самых почетных гостей мог подаваться эскорт до девятнадцати мотоциклов. Задача головы эскорта – оттеснение встречающих на пути следования кортежа. Боковые прикрывают собой от возможного покушения и не допускают к охраняемым лицам восторженную публику. С цветами идет женщина, большой букет несет. Мотоцикл подъезжает, Хрущев – давай, давай, все, мы в сторону. Подходит машина, тихо же по Ленинскому шла. Подходит прямо машина, навал цветы, Хрущев – брал. Но в цветах ведь может что угодно быть, и камень, и что. А если бросает, вот так отобивали. Точность, вежливость королей. Надежность мотоцикла, его высокие характеристики и мастерство водителей должны обеспечивать эту точность. Задержки во времени компенсируются за счет ускорения переездов. Идут переговоры, говорили, 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 что-то не договорились. В 12-е должен с самолетом слететь, а в полдвенадцатого еще разговоры, идут разговоры. И без 15 лет, 12, а до Внукова надо ехать минут 30, 30 километров. Выходит, и давай. ЗИЛ 110, тогда 10-й был. Они развивали скорость до 140. А у нас мотоцикл 115. Больше не развивал скорость. Вот он нас поджимает, поджимает. Сигнал нам, мы в сторону, и он, и мы в хвост. Подъезжаем на раздром, уже там на трапку хвост сходит. Так практика визитов выявила основной недостаток мотоцикла М-72 – невысокую скорость. Кроме того, к нему накопилось немало иных претензий. В те времена качество советской техники часто становилось мишенью для сатирических эскапад. Порядок. Спасибо, друг. Выручил. О, о чем разговор? Человек, человек и друг. О, точно. Случилась со мной беда, ты мне помог. Случись с тобой беда, я тебе помогу. А вместе делаем общее дело. Ты по-своему, а я по-своему. Одной из причин отказов и поломок М-72 оказалась низкая защищенность от дорожной грязи. Щитков не было. У машины идешь, поток грязи идет на свечу. Поток грязи. Массирует мотоцикл глох. Глох мотоцикл. Сцепление вырваешь в сторону. Все претензии направлялись в конструкторское бюро Киевского завода. Надо отдать ему должное. На мотоциклах М-72 появились боковые защитные щитки. Они хотя бы немного прикрывали ноги водителя. На мотоциклах стали монтировать и передний ветровой щиток. Все эти нововведения были учтены при разработке новой модели под индексом К-750. Ее выпуск начался в 1958 году. Новая рама, улучшенная подвеска, новая конструкция передней вилки. На командирских мотоциклах установили коротковолновую радиостанцию. От предшествующей модели остался только мотор. Его хотели заменить, но воспротивился главный заказчик серийных машин – Министерство обороны. Заводским конструкторам не оставалось ничего другого, как модернизировать старый. Военные, они запретили делать этот мотор. Нафигим этот мотор, если их все это дело устраивает М-72. И поэтому ту экипажную часть завод довольно быстро усвоил. И появился вот мотоцикл К-750. Кассик его называли. Очень любили этот мотоцикл. Мотоцикл К-750. Годы службы в почетном эскорте – 1961-1967. Двигатель двухцилиндровый оппозитный. Рабочий объем 746 кубических сантиметров. Мощность 26 лошадиных сил. Скорость максимальная 110 км в час. С коляской 95 км в час. К-750 был абсолютно новой моделью мотоцикла по сравнению с предшественником М-72. Это касалось и новой ходовой части, и измененной конструкции двигателя. У него была улучшена температурная характеристика, изменено оребрение головок цилиндров. Несколько изменена конструкция коробки передач. Особое внимание уделили внешнему виду и отделке. Боковины покрышек стали белого цвета. Эскортный мотоцикл должен иметь представительский вид. Он должен быть красивым, иметь хорошую влагу и грязь защитность. Он должен быть чистым, оставаться чистым. Появились брызговики. Водитель от грязи и ветра закрывал плексигласовый щиток, снизу обрамленный искусственной кожей. Именно эта машина вошла в историю тем, что на ней встречали кортежи первых космонавтов Советского Союза. 12 апреля 1961 года. Человек впервые вырвался в космическое пространство. Его имя Юрий Гагарин. Советское правительство организовало мировые турне первого космонавта. Главы государств понимали, как пройдет встреча героя космоса, такими их страны навсегда запомнятся потомкам. Триумфальные кортежи Гагарина соответствовали рангу высокого гостя. В Египте к официальному эскорту мотоциклистов присоединились бедуины на верблюдах. В Германской Демократической Республике Гагарина приветствовали в лучших традициях прусских парадов. В Гаване даже тропический ливень и наводнение не помешали всеобщему ликованию кубинцев. В Англии Гагарина принимали королева Елизавета II и премьер-министр Макмиллан. При этом они настаивали, что будут встречать космонавта как частные лица. Но присланный за гостем кортеж не оставил сомнения о ранге визита даже у британской прессы. Однако грандиозные встречи по всему миру так и не смогли затмить ту первую, самую радостную встречу в Москве. Ну, конечно, в память остался и когда встречали Гагарина. Вот тут от души народ радовался. На крышах, на балконах, с цветами шумели, кричали, планировали. Изначально торжественную встречу не планировали. Риск неудачи полета в космос был слишком велик. Но как только убедились, что все завершилось благополучно, Хрущев распорядился готовить торжества в Москве. Триумфальная встреча космонавта должна была продолжить традицию чествования челюскинцев и героев-летчиков дальних перелетов. Только теперь вместо конной милиции привлекли почетный эскорт на мотоциклах. И вот торжественный момент 14 апреля 1961 года. Сегодня Москва встречает своего славного сына, человека новой, только что рожденной профессией, со столь еще непривычным и почти фантастическим названием космонавтом. Ил-18 с первым покорителем космоса на борту в сопровождении эскорта истребителей появился в московском небе. Из аэропорта Внуково на весь мир вели репортажи десятки телерадиокомпаний. Юрий Гагарин, гражданин Советского Союза, первый космонавт мира. По нему в сопровождении почетного эскорта в открытой машине ЗИЛ-111 следовали Юрий Гагарин, его супруга Валентина и Никита Хрущев. На этих исторических кадрах мотоциклисты в кожаном обмундировании. Его надевали только в прохладную и дождливую погоду. Московские власти на всем пути выставили оцепление. Но как удержать тысячи восторженных людей? Кому-то удалось прорваться к головной машине и передать букет. Это было событие негосударственного уровня. Это было событие совершенно, ну, не просто мирово-вселенского масштаба. И, конечно, здесь можно было поставить и не 9, а и 18 мотоциклов. На самом деле здесь того события заслуживало. С той исторической встречи на почетный эскорт легла еще одна миссия. Встреча второго космонавта планеты Германа Титова. Вот герои первого группового полета Андриан Николаев и Павел Попович. А это кортеж с первой женщиной-космонавтом Валентиной Терешковой и рекордсменом по длительности полета Валерием Быковским. Становись. Равняйсь. Смирнай. Вольно. Так, товарищи офицеры, приступаем к выполнению боевой задачи по охране и по обеспечению безопасного проезда. Маршрут движения. Новоарбатский мост. Кремль. Смирнай. 28 апреля В 17 часов по московскому времени самолет Ил-18 в сопровождении почетного эскорта реактивных истребителей с национальным героем легендарного острова Куба на борту появился в небе над столицей Советского Союза Москвой. Визит в Советский Союз лидера Кубинской революции Фидели Кастро весной 1963 года был событием, за которым следил весь мир. Всего полгода назад США и СССР оказались на грани ядерной войны из-за Карибского кризиса. Поэтому для почетного эскорта приезд Кастро был особенно ответственным. Этот визит стал самым масштабным за всю историю Советского Союза. На маршруте следования кортежа собралось людское море. Была опасность повторения случая с Тито во время визита в 1956 году, когда в порыве энтузиазма люди прорвали оцепление. Но все прошло благополучно. Помогли высокая скорость и плотное построение эскорта. Сказалась высокая выучка мотоциклистов. И это увидел весь мир. Что особенно засталось в памяти, интересно, кого встречали? В Фиделе. В Фиделе привезли сразу на Красную площадь. Через Боровичи, через Паски выехали к Мавзолею. На Мавзолее сразу был митинг, и Фидель там выступал. Визит к Кастро был очень интенсивным. Множество встреч, переговоров, поездок по стране, Ленинград, Новосибирск, Киев. В этих городах были временно созданы свои почетные эскорты из сотрудников милиции. Все они были сформированы по образцу главного почетного эскорта страны. В Москву с официальным визитом прибыл президент... Многочисленные визиты заурбежных гостей, встречи героев космоса, постоянные тренировки. Все это сказалось на техническом состоянии мотоциклов Ка-750. В результате выявился ряд недостатков. По воспоминаниям ветеранов эскорта, достаточно серьезной проблемой преследования в кортеже был перегрев двигателей во время медленного движения в составе эскортирования, что было бедой на протяжении многих лет. В 1963 году на Киевский завод поступил заказ на очередную партию мотоциклов. Большинство мотоциклов почетного эскорта сменялось после 4-5 лет службы. Это обуславливалось тем, что мотоциклы имели в два раза больший пробег по сравнению с нынешними, так как использовались и зимой, и летом. Ка-750 закончил свою службу в 1964 году. В 1964 году ему на смена пришла его модификация Ка-750М. Переизменение конфигурации головок цилиндров позволило несколько снизить температурный режим мотора, что в свою очередь улучшило именно качество работы самих мотоциклов в составе кортежа в режиме постоянных переменных нагрузок, резких ускорений и значительно долгого движения на небольших скоростях. Весной 1968-го почетный эскорт получил еще одну модель мотоцикла Ка-650. Он отличался от предыдущей только одним – новым, более мощным двигателем МТ-8. Изменение конструкции и технологии производства коленвала и цилиндров привело к увеличению ресурса двигателя. Срок службы вырос вдвое, что увеличило надежность мотоцикла. Он мог быстрее разгоняться до максимальной скорости. Она также возросла на 10 км в час за счет увеличения мощности на 6 лошадиных сил. Новый двигатель понравился сразу. Он гораздо меньше перегревался. Он был более надежен. И зачастую, как вспоминают ветераны, мы, говорит, даже своими силами переставляли двигатели МТ-8 в ходовую часть имеющихся у нас Ка-750М. Мотоцикл Ка-650. Годы службы в почетном эскорте – 1968-1974. Двигатель двухцилиндровый оппозитный. Рабочий объем – 649 кубических сантиметров. Мощность – 32 лошадиные силы. Скорость максимальная – 115 км в час. С коляской – 95 км в час. Гражданскую модель Ка-650 назвали Днепр МТ-8. Марка Днепр перешла всем последующим серийным мотоциклам киевского завода. 20 ноября 1963 года в городском госпитале Далласа в штате Техас скончался президент Джон Кеннеди. Этот город он посетил в ходе своей предвыборной кампании. Открытый президентский Линкольн сопровождал эскорт мотоциклистов. Смертельный выстрел был совершен с верхнего этажа книжного склада, чтобы эскорт и телохранители не помешали прицельной стрельбе. Кеннеди был смертельно ранен. На похоронах Джона Кеннеди присутствовал президент Франции генерал Деголь. В течение трех лет на него было совершено 15 покушений, и лишь по счастливой случайности ему удалось избежать гибели. Любая служба, касающаяся обеспечения нормального функционирования высших органов госвластии, руководителей первых лиц страны, это огромная ответственность, которая невероятно велика. Каждый выезд на сопровождение лидера иностранного государства во время официального визита – это боевое задание. И офицеры почетного эскорта готовы быть живым щитом на пути террористов. В любую минуту выполнить свой долг. КОНЕЦ КОНЕЦ